Здравствуйте! Моя звать Барат! Ох, нравится! Рутборн Рейн Всех приветствую! Хотелось бы поговорить о том, сколько игр сейчас выходит осенью. Это пора игр, их выходит до хрена. Заодно только последнюю неделю вышла F1 2010. Первый симулятор формулы, за хрен знает сколько лет, если вообще не единственный. Дальше, короче, Цива вышла пятая. Цива пятая вышла. Что там еще вышло? Darksiders в Rass of War вышло. Еще что-то вышло. Лара Крофт 0 по мелочи. Дальше, демо Готики 4. Ну, на самом деле, демо понятно, что в нее играть на самом деле не стоит. Поэтому она и в счет, и не в счет, как бы. Дед Райсинг 2. А еще в R.C. 2010 сейчас тоже демо вышла. Возникает вопрос. Когда во все это играть? Раньше, помню, на Денде купишь кое-как одну кассетку. Это дорого очень стоило, 50 рублей. И в нее потом все. Будешь играть до конца, так сказать, до упора. И хорошо, если через месяц ты еще одну купишь. Это хорошо. Ну, можно, конечно, там друзьями поменяться. Это тоже, в общем-то, было по мелочи. А сейчас, за одну неделю выходит столько игр, что в одну только циву можно играть я считаю 3-4 часа в день целый месяц только в одну нее. И это еще фигня. Потому что, на самом деле, можно вообще несколько лет играть. Я вот Warcraft 3 играл, короче, вообще пипец. Сколько я вначале не вообще подсел несколько месяцев там, пипец. И потом еще в месяц я играл часов по 10, наверное, точно. А может, даже существенно больше. И это в месяц на протяжении нескольких лет. Вот один Warcraft 3. То есть одной цивой пятой в принципе и хватит, чтобы хрен знает, сколько играть. Формула 1 то же самое. В нее одну можно в месяц играть по 2-3 часа в день. Целый месяц. Только в нее практически. Конечно, можно одновременно несколько игр играть, но если ты тратишь на одну игру 2-3 часа в день, то сколько у тебя должно быть свободного времени, чтобы играть хотя бы в 3 игры? Вообще непонятно. Это даже студенты себе не смогут позволить. И старшеклассникам тоже тяжеловато. Но только вот мальчишики маленькие могут себе позволить сидеть здесь, там. Ну и желательно, чтобы они были прогулщиками. Это только новая игра, не считая такого запаса старых. World of Warcraft, да-да, можно сказать, вечная возможная игра, кто играет в нее. ну и так далее. То есть с навалом. Я в World of Tanks в основном сейчас играю. Вот, я в нее играю тоже до хера, и я бы не смог ни в одну еще сколько же играть вот сейчас, сколько у меня просто времени свободного есть. И то в нее я не так уж и много играю, скажем, в среднем, наверное, час в день получается. Но и тера очень много на самом деле. О! Индустрия, она как бы и сорвала крышу. Это количество игр большое идет оттуда, что делают ремейки. Цивилизация 4, 5, 6, 7, Кризис 1, 2, 3. И ремейки стали делать. Раньше не было Кризиса, да, и не было, значит, Кризиса 2. Не было еще какой-то игры, не было ее второй части, Call of Duty, или там, ну, Call of Duty достаточно давно появилась. Вообще, я только ремейки делаю, 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 дёрт 1, дёрт 2, ну, тут, правда, тоже еще с Колин Макрэя тянет цепочку, но, в принципе, идея понятна. И, я считаю, лучше бы они тратили силы, чем 10 плохих игр выпустить, одно бы хорошее выпускали. И Мафию 2 разрабатывали не 8 лет, никуда. не знаю, меньше разрабатывали. Вот такие, в общем, дела.